украине следует как минимум очень серьезно задуматься о создании ядерного центра по созданию атомного оружия и есть вроде бы для этого и специалисты и некоторое оборудование наверняка не все но некоторые есть и материалы и такой центр я считаю может мог бы располагаться в закарпатье но почему это важно потому что для российской элиты понять что их жизнью и их благополучию может угрожать вот прям напрямую там ядерное оружие за для них это очень очень важный побудительный мотив для того чтобы так или иначе начинать действовать против режима владимира путин они не против когда знаете вот холдопы десятками тысяч ложатся в украинскую землю где-то там далеко но лишиться всего того что им дорого включая их собственной жизни жизни их детей их вилла особняки и все такое прочее в ядерном пепле они не хотят категорически прямая угроза их жизнью жизнью их родных это буквально единственное что способно заставить их действовать против владимира путина против его режима и все они должны четко понять то что в принципе конечно войну продолжать можно но надо понимать что на одной чаше весов продолжение этой войны захват руин восточной украины а также уничтожение российской федерации как государство в ее нынешнем виде смерть миллионов людей там включая их самих а на другой чаше весов свержение путина и прекращение войны вот они должны видеть перед собой две эти чаши и думать что им важнее что им лучше понятно что в такой ситуации выбор в общем любой нормальный человек адекватные вменяемые даже просто не обязательно вменяем и адекват просто кто-то жить хочет до выбора будет за вторым вариантом то есть надо убирать путина и прекращать войну чтобы не случилось чего похуже да собственно поэтому на мой взгляд владимир путин так сильно боится ядерного оружия он недавно заявился ни за что не допустят его создания в украине почему он боится он не ядерных ударов боится как мне кажется он боится того что перед его элитой встанет вот этот выбор либо ядерную войну затевать либо путина убирать вот что выбирают конечно лучше убрать путина после ядерной войны вообще никто не хочет но ни один более-менее вменяемый человек не конечно никогда не захочет ядерного апокалипсиса поэтому останется один единственный вариант у российской элиты убирать к чертям путина пока ничего плохого не случилось вот этого выбора у больше всего боится российский диктатор против ядерного оружия в конце концов у него куча бункеров понастроена где он может отсидеться но вот если элита его взбунтуется и получится как с горбачёвым которого там поймали помните форосе и не практически скинули вот тогда для в девяносто первом году вот тогда для владимира путина реально будет плохо 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 насколько я понимаю все все заинтересованные стороны эту ситуацию видят все понимают что происходит и поэтому я вполне могу допустить что франция или соединенные королевства есть великобритания анонимно могут помочь материалами и технологиями украине для создания бомбы или чтобы с помощью этой бомбы прекратить войну американцы едва ли конечно такое подпишется это надо понимать они всегда очень сильно опасаются подобного рода развития событий но тут один момент такой есть еще для европы в первую очередь смотрите америка путин очень часто говорит о том что он угрожает начать ядерную войну против запада и всегда так фигурует либо там аэродром в жешуи либо по варшава либо лондон либо там авиабаза рамштайн либо что-то еще вот такой мы туда будем кидать свои тактические ядерные ракеты если значит там запад что-то не сделает ли чего-то не сделает но и запад может сказать как бы на дать но если западу надоест это все на в какой-то момент может сказать так а мы-то здесь вообще говоря причем вот у украины есть ядерное оружие у них теперь есть ядерный бомб вы с ними воюйте вот с ними разбирайтесь то есть запад как мне кажется может быть заинтересован предоставить украине ядерной технологией и может даже целой боеголовки для того чтобы просто самому отползти в сторонку чтобы путин перестал этому западу угрожать и сказать вот с ними разбирайтесь то есть понятие какая интересная история сейчас получателем ядерных угроз со стороны россии является вашингтон лондон париж то есть москва берет их на понт она ему как бы блефует говорит уж типа если вы там что-то там и ядерной бомбой по вам им это естественно не нравится их это пугает их это раздражает а тут появится еще один игрок в лице киеву который сказал давай мы у нас тоже есть ядерное оружие если ты по на будешь провал это мы его применим и вот таким образом уже путина брать на понт сказать ну что извиняюсь за стал и так далее то есть накормить путина его же лекарством да вот он выступает с такими угрозами в адрес цивилизованного мира но те же самые угрозы предъявить ему только уже не со стороны этого мира цивилизованного хотя украина тоже часть запада сейчас по сути дела как выступает но по сути дела вот со стороны той того государства который путин даже отказывается считать государством и предъявить ему те же самые ядерные угрозы как показывает опыт когда у мировой опыт когда у двух каких-то стран которые очень сильно друг друга не любят появляется ядерное оружие агрессии и войны непосредственно между этими двумя странами останавливаются вот например между индией и пакистаном так было я вас уверяю если сейчас появится ядерное оружие хотя конечно не дай бог но если она появится у ирана в больших количествах то и израиль скорее всего перестанет на и ирана израиль перестанут наносить друг по другу удара просто из страха получить в ответ ядерную атаку то есть ядерное оружие в современном мире является в общем не столько оружием сколько средством защиты от от применения оружия в твой адрес ну помощь запада конечно в создании ядерного оружия было бы очень полезно но наверное можно и без этой помощи справиться все в общем для этого есть я уверен что у украины ядерное оружие появится потому что я честно говоря больше верю в качестве гарантии безопасности именно в ядерное оружие чем в какие-то приглашения в нато или даже чем вступление в нато потому что знаете вот есть многие что если пятая статья натовского договора что нападение на одну из стран альянса является нападением на весь альянс на самом-то деле там не сказано что типа все остальные страны тут же отправляют свои войска на освобождение нет там типа но напали да но мы можем потерпеть и нам все равно и ну да какую-то страну там атакует конечно очень желаем сочувствуем может даже денег дадим с оружием но сами воевать не поедем не хотим такого такого обязательства отправлять свои войска на войну нет в этом договоре и вовсе не обязательно кто-то будет прям своими войсками вступаться поэтому ядерное оружие мне кажется более верным решением в этом смысле ну и смотрите опять же на мой взгляд получение украины ядер на все украина проводят ядерные испытания на следующий день просто необходимо будет проводить переговоры какие-то останавливать войну заканчивать и решать думаю что делать дальше просто потому потому что ну это абсолютно новая ситуация абсолютно новые ситуации и украины будет опять же повод и рычаг оказывать давление на российскую федерацию будет чем угрожать если совсем просто говорить хотя час украины появляются и другие варианты улучшить свое стратегическое положение очень важная ситуация сейчас развивается с отправкой на фронт северокорейских военных в прошлой передаче немножко рассказывал о ней но тогда все было как бы на уровне слухов сейчас вроде уже появились подтверждения со стороны южнокорейской разведки со стороны украинской разведки видеокадр появились и так далее уже ясно что южнокорейцы отправляют в извините северной корее отправляют в россию три бригады по 4000 человек из 12 тысяч человек в общей сложности сила это серьезная но не сказать что прям катастрофическая не такая которого способна смести украинский фронт тем более что как вы понимаете у северных корейцев нет ни мотивации никакой не истории конфликта они не знают не управление в составе российских войск никакого нет потому что корейский язык как вы понимаете очень сильно не похож на язык русский и в россии мало кто знает корейский и в корее мало кто знает русский нет опыта современной войны с использованием дронов у северных корейцев как вы понимаете если попадает сейчас на фронт какая-то часть никак не взаимодействующая с дронами не умеющими с ними обращаться то эту часть просто раскатают за милу душу буквально за два дня ну и все такое то есть на мой взгляд отправка в россию пока пока не в украину их отправляют в россию вот этих 12 тысяч корейских северокорейских солдат это больше пиаровская акция чем какая-то несукрушимая сила которая может там тут серьезно устроить на линии фронта но видит кстати надо отметить что видимо их будет отправлять в курской области россии где россия сейчас до сих пор заниматься по сути дела затыканием дыр во фронте в своем я так понимаю что северные корейцы пока не очень стремятся отправлять своих солдат именно на международно признанную территорию украины чтобы так сказать избежать формальных к себе претензий со стороны там международного сообщества могут сказать что мы не мы вот помогаем отразить вражеское нападение своего союзника но мы ни на кого не попадаем на чужую территорию мы свои войска не отправляем однако при всем при этом что даже если эти северные корейцы будут находиться на территории россии южная корея очень сильно напряглась прям очень сильно напряглась что они там значит говорят в южной корее там прям серьезные пошел тот самый такой накат смотрите сейчас они говорят южной корейцы что собираются отправить своих военных и разведывательных специалистов в украину чтобы изучать тактику работы к ндр тактику северокорейских войск и допрашивать северокорейских пленов если они будут попадаться в плен потому что я так подозреваю что в украине тоже не так чтобы сильно много было специалистов по корейскому языку какая ситуация в южный к южнокорейский мид вызвал в к себе посла российского в собственно в сеуле его зовут гриб георгий зиновьев ему сказали знать что москва обязана предпринять незамедлительное действие по выводу северокорейских военнослужащих из зоны конфликта с украиной и также это министр замминистра иностранных дел южной кореи сказал что любое военное сотрудничество выходящее за рамки стандартных поставок вооружения равносильно нарушению многочисленных резолюций совета безопасности он и южная корея воспринимают это как угрозу своей безопасности то есть южные корейцы говорят это короче происходит капец так быть не должно мы категорически против этого нас не устраивает и мы будем принимать ответные меры в случае если это вся фигня вся эта история с отправкой северокорейцев в россию не не закончится как можно быстрее ну и пока россия думает что он там собирается делать сиул уже сказал что дома мы отправим своих разведчиков мы отправим своих специалистов и так далее в украину чего боятся южане почему они так сильно так и болезненно реагируют на всю эту ситуацию они боятся того что северная корея сейчас наберется в северокорейские войска наберутся боевого опыта половина из них погибнет но оставшаяся половина наберется боевого опыта научиться летать на дронах научиться вести войну в современных условиях на самом деле кроме россии украины пока это в мире никто не умеет потому что только россия украина ведут полноценную дроновую войну сейчас и потом эти северные корейцы везут на вернуться назад к себе в к ндр обучит там остальных северно-корейских военных вести войну с помощью дронов и потом мы все это так в северной корее армия миллион человек чтобы понимать даже больше и что вся эта арава с миллиардом или двумя миллиардами китайских дронов все вместе пойдут на юг и сметут просто ни к чему не готовую не готовы к дроновой войне южнокорейской армии вот так вот как щелчком пальцев плюс надо не забывать что у северной кореи есть ядерное оружие короче говоря ситуация действительно опасная для южной кореи это опаснее чем пушки или какие-то танки и может быть даже опаснее чем ядерное оружие потому что три бригады которые умеют использовать дроны в современных боевых условиях умеют использовать радиоэлектронную борьбу всякого дронового логистику разведку и так далее это страшная угроза для кого бы то ни было то есть для любой армии мира вот столкнуться с такой силой не очень приятно было бы южная корея пока все это не умеет они очень хорошо у них прекрасная авиация замечать замечательные танки артиллерии южной кореи очень хорошее оружие там кстати по моему корпорация hyundai занимается производством оружия и она делает это великолепно но дроны у них насколько понимание настолько развиты вот те же fpv в плане боевом да то есть них есть в качестве игрушек там в качестве каких-то еще штук но в боевом смысле никто так эти fpv дрона в мире пока не использует и поэтому конечно южная корея не хочет оказаться в отстающих и южане боятся что их заклятый враг получит сейчас громадное преимущество способ в смысле дронов на самом деле правильное дело что боятся и по-хорошему мне кажется и американцам этого надо бояться и европейцам этого надо бояться и вот южные корейцы правильно делаю что отправляют своих военных украину чтобы эти военные обучались бы настоящих боевых условиях на самом деле всем бы так делать но все что-то переживают и стесняются южной кореи нет и вот они отправляют своих людей конечно я между южная корея и для украины тут открываться довольно серьезные возможности почему потому что у южной кореи есть чему поучиться и у южной кореи есть что купить в том числе военного чего купить например электроника у них как кому не мне вам рассказывать запредельного просто космического уровня samsung компании многие другие компании делают очень хорошую электронику прям высочайшего мирового уровня наверняка у них там есть какие платы микросхемные какие тепловизионные камеры антенны датчики системы связи системы радиоэлектронной борьбы подавления об нарушении радиоэлектронных всяких штук разведки электронной и чуть чем-то не было вот этого всего да все этой мелкой электронной фигни я думаю них есть очень много и очень хорошего качества и может быть даже гораздо лучше качество чем китайского и вот если вот это можно было либо наладить производство в украине либо импортировать больших количествах и за мелкий прайс из южной кореи это было бы огромной помощью для вооруженных сил украины которая естественно тоже сталкивается с нехваткой всех этих компонентов для производства дронов все это электроники всех этих плат всего такого прочего если южная корея станет прям союзником союзником украины в этом смысле и начнет поставлять вагонами вот эти все микросхемы платы для создания дронов то высушить украины дроновая промышленность вот так вот раз цветет просто огромным ярким сияющим цветком война-то это все больше и больше электронная в ней нужно все больше и больше роботов и соответственно нужно звать к нам до корейцев и военных инженеров и разведчиков ученых пускай они все смотрят разбираются думают как это все улучшить как это все настроить и так далее нужно привлекать к их к работе сотрудничать с ними вот особенно в этой сфере электроники вот есть например проблема с оптоволокном которая говорил в первой части нужны вот эти катушки с оптоволокотным кабелем супер тоненьким с леской по сути дела то волоконная для управления дронами чтобы эти дроны никто не глушил никто их не сбивала и чтобы эти дроны выполняли свою работу на абсолютно новом качественном уровне но это оптоволокно стоит дофига день вот давайте может быть вместе с корейцами договоримся давайте сделаем у такое вместе оптоволоконный дрон мы отвечаем за дронную часть в зато волоконное что-нибудь такое и сделаем такой классный дрон который будет во первых очень хороший автор их муж там и на мировых рынках продаваться и так далее но можно здесь есть о чем к лица поговорить о чем посотрудничать и изменить ситуацию на фронтах прямо сразу много этого оптоволокна нужно в украине его в принципе можно производить и отслушал даже что есть специалисты соответствующие компании занимающиеся подобного рода производством но то ли они могут то ли не хотят то ли денег нет или что пока короче говоря с этим волокном ножом начинается и на по заканчивается и ситуация такая не очень хорошая нужно его больше и дешевле ну дроны тоже южный корейцы могут какие-то компоненты для дронов поставлять я же молчу про снаряды другую военную технику у них это все на высочайшем мировом уровне на уровне израиля и америки вот их военная техника обычная классическая там танки пушки гаубицы вот это все идеально просто круче не бывает и в общем сотрудничество с южной кореи в военной сфере и в сфере электроники это может стать золотой жилой для украины это может быть супер важным супер хорошим хорошим начинанием ну и конечно у меня еще вопросы к американцам появляются вот для них участие корейцев войне в украине это вообще как в европе это дичь разрушение существующего миропорядка почему бы американцам не сказать россии если корейцы будут участвовать в войне против украины мы автоматически даем разрешению то есть украина автоматически получает разрешение на то чтобы использовать дальнобойное оружие по целям внутри россии потому что вы переходите определенную красную черту в грань вы привлекаете там какие-то диктаторские режимы к своей войне уже не просто техника уже личным составом соответственно мы вынуждены реагировать мы позволяем украине бить нашими ракетами куда украинцы хотят бить вот так вот и теперь вы россияне будете нести ответственность за соответствующее решение если вы примете если вы примете решение использовать северных корейцев то тогда не пеняйте и значит не жалуйтесь на то что украина бьет по вам дальнобойными ракетами потому что считаю что сами вы так разрешили ну и конечно дать надо сказать москва очень сильно напряглась в плане кореи не ожидали такой реакции насчет все это северокорейской фигни пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков сказал что цитата информация о нахождении военных цитаты мы видим много противоречивой информации насчет пребывания северокорейцев в россии южные корейцы заявляют одно пентагон заявляет что они имеют подтверждение таким высказываем минуточку ты же блин пресс-секретарь президенты россии что президент россии не знает находится ли на территории россии 12 тысяч северокорейцев с автоматами президент россии не может не знать что тут противоречиво и ты либо да либо они находятся либо они не находятся тыж кто тыж официально должен делать заявление на эту тему те за это деньги платят но песков юлит почему он юлит потому что видимо этих северокорейцы уже есть в россии то есть я процентов на 95 уверен что они в россии есть при этом они боятся признать что они есть почему потому что боятся что тут же пойдет вал поток северокорейской извините южнокорейской и боевой техники артиллерийских снарядов и военных специалистов и всего-всего в украину просто отбиваться то есть готовятся к будущей войне против северной кореи и американцы введут какие-то дополнительные санкции шинкин те ограничения и чего-нибудь еще разрешат может быть украине там и поставки какие-то вооружения сделать тогда они просто не набрали думаю а мы сейчас всех подхитрим всех тех обманем заберем себе этих северных корейцев забрали и выясняется что теперь так обхитрили в основном себя и что могут получить по шапке очень сильно за это но в общем смотрите отказаться от услуг северных корейцев россия сейчас не то чтобы сильно может нарастать проблемы с личным составом нужно больше и больше людей и владимиру путина необходимо наступать потому что выдавливать из запада согласия на выполнение своих условий он может только в случае перманентного наступления российской армии если линия фронта стабилизируется то так тогда запад скажет слышите никакого там запорожья никакого херсона точно не получите до свидания поэтому нужно наступать путину постоянно а наступать это что это люди постоянный набор людей набор отойдет все хуже и хуже губернаторы уже начали роптать говорят слишком много собирайте на федеральный центр жалуются людей не остается на ключевых предприятиях за на ключевых нет уже людей а на обычных предприятиях тем более нет то есть начинает закрываться обычные не военные всякие заводы фабрики просто не могут не могут конкурировать по зарплате с оборонкой с армией смотреть что происходит идет сейчас по сути дела гонка между россией и украиной украине либо украине закончатся мужчины которые могут идти на войну либо в россии закончатся желающие служить по контракту но если в украине совсем закончится люди понятное дело она проиграет войну но пока это не слишком близкой перспективы потери конечно есть но все-таки в украине живут десятки миллионов людей в россии не так все просто тех кто готов рискнуть своей жизнью чисто за бабло сыграть скажем так в русскую рулетку на деньги причем добровольно без принуждения это сделать она очень число таких ли ограничено их их много их там сотни тысяч но все-таки это не десятки миллионов десятки миллионов людей в такие игры не играют все-таки тот кто готов идти рискнуть своей жизнью ради там некоторого количества бабло это люди особого склада их не так много в общей массе вот эти люди заканчиваются постепенно мы это видим по расценкам на набор наемников уже три миллиона эти расценки растут растут но вы скажете какие проблемы вот если закончится эти люди наберут всех остальных просто по мобилизации похватают и все проблема решена это так но не так дело в том что тут начинается самое сейчас интересно мне кажется что украина сейчас ведет войну таким образом специально таким образом чтобы максимально выбивать личный состав противника при этом сохраняя свою армию и даже если это происходит ценой потери территории иногда территории важных важных населенных пунктов стратегический замысел тут состоит в том чтобы вынудить россию пойти на проведение второй войны мобилизации как можно быстрее путин настолько сильно не хочет ее проводить вон даже на импорт северных корейцев решился почему чего же он боится почему не хочет эту мобилизацию проводить много чего например он боится что мобилизация она конечно поможет решить проблему с личным составом на фронте но проблем будет от нее больше во первых проблема смотрите как а сам факт проведения мобилизации будет означать что так и не сумели добиться успеха наличи становящими силами начались проблемы у которых нет уже хорошего решения война соответственно проигрывается не выигрывается то уж точно может быть и не проигрывается но выиграть нее невозможно теми силами которые у россии есть поэтому собственно начинается вот тот самый охота на людей отлов людей это приведет к резкому катастрофическому просто падению популярности как самого владимира путина так и войны пока война это дело добровольная для россиян она где-то там далеко идет то все нормально как бы народ в массе своей не возмущается все все всех устраивает но когда эта война она найти только в телевизор но когда начинается массовый отлов непосредственно тебя вот тогда конечно конечно россияне начинают дергаться и суетиться вот собственно это видео в 22 году когда массовое бегство людей через границу начался и это кстати еще одна проблема массовое бегство собственно это верх крайне неприятные кадры что ты видишь что там граждане готовы убежать вообще в чисто поле в другую страну где их никто не ждет лишь бы только не воевать за тебя за твою власть это во-первых во вторых ну чем больше людей бежит тем больше желания всех остальных убежать почему потому что как бы все побежали и я побежал ну и это влечет за собой еще серьезная проблема в экономике уже набор в армию и танцов нескольких сотен тысяч человек и иммиграция еще видит миллион добавлять сверху это минус минимум полтора миллиона людей из экономики вон и это может оказаться самым неприятным потому что уже сейчас в крайней степени истощение российской экономики находится нехватки людей закрываются небольшие предприятия гражданские там слишком дорого она приходится платить людям чтобы они просто оставались там работать надо было все больше и больше и при обычно даже паль падающей производительности труда все это ведет к нарастанию количества денег в экономике ничем не обеспеченных вот получается такая история экономика падает цены в магазинах лезут в потолок инфляция быстро растет продуктов и всякой продукции то товаров и импортируется все меньше цены еще сильнее из-за этого растут и народ в шоке от мобилизации получает еще и резкое падение уровня жизни плюс санкции плюс план проблемы с платежами плюс международной изоляции все такое прочее и цены на нефть не забываем о том что скорее всего в следующем году они пойдут вниз эта ситуация позднего гробачева это идеальное условие для насильственной смены власти в стране найдется какой-нибудь полковник вооруженных сил россии посмелее все его поддержит буквально все поскольку ситуация к которой режим путина подведет сейчас где-то наверное концу или можно даже к середине двадцать пятого года будет неприятной ситуация быть неприятной для всех болезненно даже для всех и вы знаете смотришь на новости прямо сейчас доллар к рублю быстро растет уже почти 100 рублей за один доллар в августе было 84 то есть с августа на 15 процентов рубль упал падение рубля к другим валютам тоже не проходит бесследно в россии россии ничего не производится самостоятельно практически все по импорту идет и вот из-за снижения курса рубля за три месяца буквально импорт подорожал на 15 процентов вот вам инфляция цены поднимают сейчас буквально на все на яйца масло электронику рыбу бензин сбербанк он поднял ставку по ипотечным кредитам до 25 уже процентов то есть там уже двухзначные очень серьезные цифры будут все эти повышения вливаются знаете как ручейки как реки в такой огромный инфо инфляционный поток который сейчас нарастает бурлит и готов снести как экономику россию к черту это только начало процесса вот сейчас только только начало мы видим серьезно процесс двадцать пятом году уже пойдет я думаю где-то с весны прям по серьезу пах по хорошим он там начнет ну и уже сейчас центральный банк россии повышает ставку до ключевую до 20 может быть даже до 20 до 25 процентов это будет заседание у них вот в ближайшие дни но это признание по сути дела поражение в войне против инфляции инфляция будет огромной и все дело идет учат просто развиваться я как подписан как в девяносто седьмом году перед кризисом и дефолтом девяносто восьмом года когда в экономик экономика россии просто рухнула и остановилась на несколько лет вот такая сейчас происходит ситуация в российской федерации и чтобы она произошла быстрее на давайте сейчас я вас прошу поучаствовать в сборе для 5 бригады вооруженных сил украина собираем им на экскаватор деньги для того чтобы они могли пророть некоторое количество копов укрепление так далее в районе часа вояра они сражаются им сейчас это очень очень нужно если у вас есть возможность то поучаствуйте в сборе пожалуйста на этой оптимистической ноте сегодня с вами буду прощаться